Интернет. В глобальной сети люди научились самостоятельно находить ответы на многие вопросы, которые возникают в повседневной жизни. Однако читать закон это одно, а понимать его, то есть иметь представление о том, как он применяется на практике, это совсем другое. Жители Ставропольского края теперь могут получить советы опытного специалиста в области правоприменения. В эфире программа «Дело номер» и я ее ведущая Ирина Ивановская. Здравствуйте! Информация на различных страницах сайтов часто имеет схематический обобщенный характер, например, договоры. В различных справочных системах они содержат только самые основные условия для тех или иных правоотношений. Разобраться во всех юридических тонкостях и хитросплетениях права помогают консультации специалистов. В рамках проекта «Дело номер» на животрепещущие вопросы ответит опытный адвокат и надежный защитник с большим стажем. Прямо сейчас предлагаю знать, кто из профессионалов-практиков будет нам помогать. Знакомьтесь, удалова Татьяна Юрьевна. Как разрешить трудовой спор на работе, не остаться без квартиры или участка, вернуть давний долг или отстоять свои права в борьбе с нерадивыми управляющими компаниями? Обычные люди чаще всего теряются в обилии информации и не всегда знают, как поступать правильно. А вот практикующие юристы и адвокаты четко понимают, как действовать в любой из этих и в тысячах других ситуаций. Татьяна Удалова защищает интересы граждан в судах уже больше 15 лет. Еще больше длится ее юридический стаж с 1997 года. Вот только интерес к профессии правозащитника появился у нее задолго до поступления в ВУЗ. Наверное, я с детства мечтала быть, ну не знаю, адвокатом, не адвокатом, но по крайней мере в третьем классе я изучила уголовный кодекс и переписала его весь. К настоящему времени Татьяна уже давно и успешно реализует свою мечту – защищать интересы и права людей. Сейчас в производстве у коренной томички гражданские, жилищные, семейные, трудовые и уголовные дела. Накопленный опыт позволяет работать с международным частным правом. Есть сертификат Европейского суда. А география подзащитных только расширяется. Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Алтайский край. На Ставрополье работает уже 7 лет. Ну а по Кавказу мы уже работаем, конечно, по всем городам, в том числе Краснодарский край. И сейчас у нас есть дела и в Крыму, в Севастополе. То есть, в принципе, стараемся расширять свою сферу, не стоять на месте и соответствовать требованиям нашего законодательства, которое у нас очень дополняется, изменяется. Соответственно, всегда приходится учиться. Нанимая адвоката, человек прежде всего интересуется надежностью правового специалиста, то есть результатами его работы по предыдущим делам, числом завершенных в пользу клиента дел. И, конечно, профессиональными возможностями своего будущего защитника. Идея подсчитать свои судебные дела и победы у Татьяны возникла не так давно. Если взять в процентном соотношении, я бы сказала, что 70% все-таки у нас выигрышных дел. Остальные дела, они могут заканчиваться и без рассмотрения суда, и прекращением судебных дел. То есть, в любом случае, мы стараемся оказывать грамотную, квалифицированную помощь и, конечно, прилагать все усилия, не только профессиональные, но и эмоциональные, для того, чтобы достичь победы. Кроме практической адвокатской деятельности, она преподавала в университете, обучала студентов пяти дисциплинам. Несмотря на загруженность, Татьяна успевает уделять время дочкам-первоклашкам и не прекращает обучение. В ее профессии останавливаться никак нельзя. А главная цель – профессионализм. Защита людей, оказание грамотной, квалифицированной правовой помощи, представительства в суде, где, в принципе, и профессия, и призвание адвоката заключается – оказать эту помощь грамотно человеку. Теперь в рамках проекта «Дело. Номер» опытный адвокат и надежный защитник Татьяна Удалова будет отвечать на вопросы, пояснять ситуации, оказывать юридическую помощь и повышать уровень знаний населения в области права. Ее согласие мы заручились прямо возле здания районного суда Ставрополя после очередного процесса. Татьяна Юрьевна, ну что, поработаем вместе? Будем работать. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть такое понятие – юрист и адвокат. В чем разница? Действительно, сейчас очень разнообразный спектр правовых услуг, которые предлагаются. В том числе, если посмотреть интернет, открываем, смотрим рекламу – юрист или адвокат. И здесь необходимо разобраться в этом понятии. Юрист – это специалист, имеющий высшее или средне техническое юридическое образование, которое может представлять интересы и в судах, и в государственных учреждениях, в организациях. Но отличие юриста от адвоката заключается в том, что юрист в данном случае может дать грамотную консультацию по любой отрасли права, составить необходимые заявления и представлять интересы. Но деятельность юриста может регулироваться только той организацией, в которой он работает. А если это индивидуальные предприниматели, то здесь уже зависит от персоналии самого юриста, его квалификации, стажа и так далее. С адвокатами складывается совсем иная ситуация. Потому что адвокат – это человек, который должен иметь высшее юридическое образование, стаж работы в юриспруденции не более двух лет. Он проходит специально квалифицированный экзамен, сдаёт экзамен в адвокатской палате соответствующего субъекта. В данном случае мы будем говорить о Ставропольском крае, адвокатской палате Ставропольского края. И получает соответствующее удостоверение и статус адвоката. И полномочия адвоката здесь гораздо расширяются. Адвокат, в первую очередь, главным преимуществом адвокатов перед юристами является наделение их полномочиями по осуществлению защиты лиц по уголовным делам, подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, на стадиях дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства. Адвокат имеет право беспрепятственно посещать учреждения, СИЗО, суды, правоохранительные органы. То есть юрист этого делать не может? Да, органы прокуратуры. То есть юрист может выступать в судебных заседаниях как общественный защитник. Но опять мы говорим о том, что здесь полномочия на стадии именно следствия. Юриста ограничены, адвокаты они расширены. Ну и самым главным моментом, я считаю, отличие юриста от адвоката является то, что здесь строгость в деятельности адвоката, которая может осуществлять именно адвокатская палата. То есть по жалобе заявителя адвокат, если будет иметься основания, может быть привлечен и к дисциплинарной ответственности вплоть до статуса лишения адвоката. То есть больше прав, но больше и ответственности. Больше ответственности. Конечно, материальная ответственность адвокатов регулируется соглашением между доверителем, соответственно. И здесь уже адвокатская палата и регулирует гонорары адвоката. Имеется положение адвокатской палаты, то есть об оказании правовой помощи. Вот заведено уголовное дело. Как человеку, я думаю, что не у каждого есть адвокат, к которому можно обратиться при необходимости. Как поступать, если вы в жизни никогда не контактировали ни с адвокатом, ни с юристом? Где его взять? На сайте адвокатской палаты Ставропольского края имеется официальный реестр адвокатов. Имеется описание практически о каждом адвокате, кто занимается каким направлением дел, гражданские, уголовные дела. То есть также указывается, с какого времени адвокат осуществляет адвокатскую деятельность. Поэтому эти сведения доступны в интернете, и это можно найти, посмотреть, и каждый уже может определить, к какому адвокату обратиться. Но это если вы нанимаете адвоката, а если вы не знаете адвокатов, не имеете возможности обратиться на тот же самый сайт, как его назначают? И назначают ли у нас в России адвокаты? Ну, здесь вопрос нужно разделить на две части. То есть если вопрос идет о возбуждении уголовного дела, и это лицо находится в качестве подозреваемого или обвиняемого, и он не имеет, может быть, и финансовых средств заключить отдельное соглашение с адвокатом, то закон предусматривает, конечно, обязательное участие адвоката. Здесь ничьи права, гарантированные Конституцией, не могут быть нарушены. А здесь уже право лица возникает, участвовать, право и возможности, наверное, лица. То есть либо работать с адвокатом по соглашению, либо адвокат может быть назначен государством по назначению. Татьяна Веревна, а как понять, насколько квалифицирован, компетентен адвокат? Человек увидишь первый раз. Как выбрать адвоката? Ну, это, наверное, непростой вопрос, но я думаю, здесь необходимо смотреть, конечно, даже судебные акты позволяют, если вы обращаетесь к какому-то конкретному лицу, в принципе, промониторить в том же самом интернете, какие судебные дела велись данным адвокатам, какой процент успешности этих дел и так далее. Поэтому, ну, здесь и возможно, может быть, и внутреннее наитие, и само ощущение того, что понравился, не понравился человек в данном случае, работать с ним или не работать. То есть это все, я думаю, в комплексе вот формируется уже индивидуально. Здесь невозможно дать какой-то вот схематичный подход от того, что вот адвокат может выбираться вот только по таким-то критериям. Ну, я думаю, что наши телезрители поняли разницу между юристом и адвокатом, кому стоит обращаться в какой ситуации. Ну, а мы благодарим нашу гостю. Напомню, что это была адвокат Татьяна Юрьевна Удалова. Смотрите нас каждый четверг в 19.15. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!